Всем доброго времени суток, меня зовут Алексей Красиков, добро пожаловать на канал Невроза Мегаполиса. Мы продолжаем рубрику популярные вопросы-ответы и важный такой момент, который бы хотелось обсудить и вам донести еще раз подробно, разжеванно, детализировано, потому что вот 6 тысяч вопросов на Спрашива.ру примерно про одно и то же. Из чего можно сделать вывод, что видимо я плохо объясняю, потому что постоянно одно и то же спрашивают, либо я плохо объясняю, либо люди не читают и не смотрят. Может быть и то, и то. Поэтому еще разок хочется объяснить, что такое невроз и что такое симптомы. Это очень важная теоретическая база, без которой мы не можем двигаться дальше ни в терапии, ни в образовании. Итак, давайте понимать, что мы говорим не о медицинской концепции, сразу говорю, а мы говорим о психотерапевтической и психологической концепции невроза, которая доминирует на планете. Значит, еще разок, что невроз – это обратимое, функциональное нервно-психическое расстройство, в которое входит конгломерат всевозможных симптомов по четырем основных направлениям. Значит, прежде чем к четырем направлениям, еще раз, невроз – это обратимое. Что это значит? Что оно может обращаться назад, то есть реконструироваться или пропадать. То есть из него можно выходить, оно обратимое. В отличие, допустим, от генетической особенности или от посттравматических каких-то моментов, связанных с поражением головного мозга. Там есть необратимое расстройство. Вот есть ряд психиатрии заболеваний, врожденных, приобретенных по разным факторам, которые являются уже необратимыми. И это из истории психопатии, это из истории психопатологии. Или патологии развития центральной нервной системы. Или функционирования головного мозга. А вот неврозы – это обратимое расстройство. Сам по себе невроз. Это первое, что он обратимый. Нервно-психическое – это из разряда того, что это связано с нервной системой, куда входит и вегетативная нервная система, симпатическая и парасимпатическая. Здесь очень важный первый раздел симптоматики. И психика. Нервно-психическое. Психика – это психея или пси – это душа. Психо. То есть душевные. Иными словами, под душой можно понимать не в эзотерическом компоненте, а в психологическом, как эмоции, мысли, настроение. Все вот это сочетание расстройства, имеющие специфические проявления. Понятно теперь, что невроз – он один. Что это состояние человека. Невротик его называют. Есть невротик, есть психотик. Про психопатию мы не говорим. Мы говорим про неврозы. И вот есть одно понимание, как невроз. Не надо говорить, что неврозом заболевают, от невроза выздоравливают. Невроз – это состояние, которое относится к динамическим моментам психи, когда внутри личности происходит определенное противоречие и столкновение между я и я, или между я и окружающая действительность. В большинстве случаев это столкновение неосознанно человеком самим. Ввиду этого неосознания происходят специфические защитные механизмы, которые называются симптоматикой. Понятно теперь, что невроз один. И это процесс, что случились столкновения внутри психики, которые неосознаны, которые привели к четырем направлениям защитных механизмов или симптомам. Первое – это телесные, или еще мы его называем вегетативные симптомы. Они же называются телесные. Под вегетативными симптомами мы понимаем практически всю регуляцию вегетативной нервной системы как симпатического, так и парасимпатического дела. То есть, педаль газа и тормоза. Все, что регулирует вегетативная нервная система по всем этим направлениям, начиная с головы, сосудов, сердца, дыхания, желудка, кишечника, мощь половой сферы, эндокринологии, кожа – все это регулируется как раз этими отделами. Соответственно, симптоматика неврозов, еще Уильям Кален и последователи его, и Александр как раз описывали, и Фрейд, что это огромное разнообразие симптомов, которые описать вот так вот в ряд очень тяжело, потому что вариантов регулирования вегетативной системы наших органов и систем очень много. Поэтому и такая разнообразнейшая симптоматика, она, конечно, имеет свое общее сходство, но она очень разнообразна. А сходство в основном в чем? Невротических жалоб телесных, что в основном эти жалобы функционального характера, без наличия органической патологии, тахикардия, напряженное дыхание, боли всевозможные, при исследовании которых мы не находим органической патологии в отличие от действительных поражений, потому что когда есть действительное поражение и есть боль, ну, допустим, есть действительное поражение сосудов головного мозга, и есть действительные симптомы, но это совершенно другая история. А в неврозе есть симптомы, как бы болевые или субъективные, астенические, головокружение, слабость, жадкость походки и так далее. Но при исследовании сосудов и самого головного мозга не находится органической патологии. Но как бы жалобы есть. Вот что такое невроз и вот что такое жалоба по первому типу. Есть затруднённое дыхание, есть жалобы на ком в горле, исследуем функцию дыхания, исследуем, значит, по пульмонологическому направлению, то есть исследуем лёгкие, и функцию дыхания нет патологии. Та же самая история с кардиологией. Колит где-то тут, давит где-то здесь, что-то постукивает, выпрыгивает и так далее. Если исследуем сердце, нет органики, есть только функция как тахикардия или как тахиаритмия. Всё. То есть это всё функциональные расстройства. Это первая симптоматика. Поэтому описывать, а может ли это болеть из-за невроза, а это невроз, сам по себе вопрос является некорректным. Потому что вопрос, например, а если у меня то-то, то-то, это невроз, не знаю, надо проверять. Надо провести анализы, сдать, посмотреть, что с этим органом действительно. Допустим, у меня болит кишечник и его, допустим, постоянная диарея. Это невроз? И вот мне пишут. Откуда я знаю? Я же не могу вам, простите, залезть в кишечник и посмотреть, нет ли у вас там язв, нет ли у вас там чего-то серьёзного, что тоже может вызывать то же самое нарушение флоры или дисфункцию. Я не в курсе. Вот если мы туда залезем, в этот кишечник, посмотрим, что функционально, точнее, органически всё в порядке, но есть, допустим, воспаление или есть раздражение, значит, мы говорим об отсутствии серьёзной патологии, значит, функциональная. А если функциональная, значит, невротическая. То же самое касается всего остального. Поэтому спрашивать, а невроз ли это, ну, это бессмысленно у меня, потому что я не рентген и не провидец. Вот это понятно. Значит, что симптоматика телесная очень разнообразная. Теперь второй, после телесных, это эмоциональная компонента. То есть, под эмоциями мы понимаем весь конгломерат черт, который может быть у человека, начиная от радости и такой эйфории, заканчивая депрессией и меланхолией. То есть, эмоциональный фон в неврозах тоже может быть разный. Он может быть доминирующий, он может быть переменчивый. В основном эмоциональный фон создаётся от способности мыслить. То есть, у человека, который вообще приобрёл вот этот внутренний конфликт, да, невротический, он мыслит специфически, поэтому он его и приобрёл. Об этом говорит когнитивная терапия. Итак, первое, по симптомам идём, это телесный. Второе, это эмоциональный фон и эмоциональное реагирование в разных ситуациях. Третье, это мыслительный аспект, потому что в основном люди мыслят специфическим образом. Например, люди не должны меня обманывать. Или я должна быть, я должна, чтобы то ни стало, добиться успеха. Или мне должны все верить, ну и так далее, да. Это тоже я отношу к третьей категории симптомов. И четвёртый, это поведенческий аспект. Это уж точно, потому что поведение вот в неврозах как раз изучается очень сильно, потому что мы говорим о безбегании, мы говорим о ритуалах, мы говорим о проверках, ну те же ритуалы, мы говорим о специфическом навязчивом поведении или о, как я это называю, заедании. То есть, чтобы не испытывать одни чувства, человек пытается их как-то закрыть какой-то активностью. Ну, например, у женщины случилось горе в семье, и вместо того, чтобы это переживать эмоционально, она уходит в работу с раннего утра до позднего вечера, шесть дней в неделю. И считает, что она вот как бы преданно относится к работе, потому что ей нравится, хотя на самом деле она просто-напросто пытается вытеснить вот эти чувства и сублимировать их в такую вот активность. Понятно, что на самом деле невроз он един. Это случившийся конфликт внутри психики, который... Это, знаете, как можно представить? Представляете себе ядерный взрыв в закрытом пространстве под землёй. Вот внутри земли, в закрытом пространстве, произошёл ядерный взрыв. И это называется внутренний конфликт. Энергия, которая от этого взрыва случилась, распространяется на это закрытое пространство, начинает давить на эти стенки. И эти стенки резонируют четыре аспекта. Резонирует тело, резонируют мысли, резонируют эмоции и резонирует поведение. Всё. К нам, психотерапевтам, психологам и консультантам, приходят с чем? С телом, с эмоциями, с поведением. Реже с мыслями. Ну и с мыслями тоже. То есть к нам приходят, как у человека случился взрыв внутри земли, резонирует, а он по четырём этим аспектам, а он взрыва не видит. Он видит только отголоски по четырём этим направлениям. Сергеичка, лёгкий, кишечник, поведение, мысли, тревога, страхи. Он к нам пришёл с этим. И я ему говорю, зайчик, вот это всё четыре, это хорошо, но это не главное. Поэтому процесс психотерапии как раз и направлен на вот эти четыре, эти четыре составляющие, а потом уже к внутренней самой проблематике. нельзя прыгнуть через это всё. Это к вопросу о том, почему я не могу понять внутренний конфликт Алексея, когда я его пойму, что для этого делать. Во-первых, я для этого выпустил учебник, достаточно хорошо разжёванный, что можно сделать, но, и как это делается, но хочу вас ещё и ещё раз предупредить, что внутренний вот этот конфликт, который запускает все эти четыре варианта симптоматики телесной, мыслительной, эмоциональной и поведенческой, невозможно увидеть внутренний конфликт и его как-то осмыслять, пока у вас всё внимание сосредоточено на теле, на мыслях, на эмоциях и на поведении. Потому что если у меня клиент уверен, что у него, значит, сердцем какая-то проблема, у него есть шанс 318-й раз получить инфаркт на улице, а ему всё это время везло, пока он в это верит и пока он в этом вертится, ни о каком анализе и внутреннем конфликте речи не идёт. Пока у меня клиентка избегает, допустим, самостоятельного передвижения на улице, или пока она избегает каких-то обстоятельств, допустим, лифта, ни о каком внутреннем конфликте речи не идёт, потому что сначала мы должны чётко понять, и она должна понять и научиться работать с симптоматикой, и симптоматика должна редуцировать чуть-чуть. Она полностью не редуцирует, потому что конфликт же её заряжает. Она должна научиться с этими симптомами взаимодействовать, она должна эти симптомы научиться не провоцировать, она должна научиться их не усиливать и не создавать, а во многом клиенты сами себе их создают, например, паническую атаку. Она же не приходит просто так, как это вам так кажется, вы её сами создаёте. Смотрите предыдущие ролики. И вот когда клиент научается всё это работать и с телом, и с мыслями, и с поведением, и с эмоциями, и вот тогда уже наступают следующие фазы, где мы начинаем понимать, а что же такое. И это требует некоторого времени, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Есть люди, которые на этой первой фазе работы с симптомом, они вот прям вот взяли, вот так вот закрылись и верят в своё тело, верят в то, что работают защиты. И несложно догадаться, почему работают защиты. Поняли теперь почему? Потому что если она решит научиться функционеру работать с телом, научиться работать с мыслями, с эмоциями, с поведениями, ей придётся спускаться глубже. А глубже как раз, что с одной стороны личность, а с другой обстоятельства. А теперь понятно, что чтобы не осознавать этот самый конфликт в психике, формируются эти четыре защитных механизма. Они же не просто так у вас появились. Они появились почему? Почему? Потому что там проблема, и появилась вот эта, в том числе дереализация. Она не самостоятельна. Знаете, вот шёл-шёл-шёл, меня накрыло. Даже если вы покурили. Это не значит, что из-за этого. Это значит, что это просто спровоцировало. Покурили, выпили, на следующее утро накрыло, или во время того, как вы там дунули, вас накрыло. Это провоцирующий фактор, но не причина. Причина – это то, что внутри. А потом сформировали защитные механизмы телесные, мыслительные, эмоциональные, поведенческие. И когда люди, вот у меня и у каждого психолога, и психотерапевта есть такие клиенты, которые вот вцепились в свои симптомы, они в них верят, они в них прям как обезьянка, знаете, на пальме повисла и прям не отпускает. И, естественно, она будет обесценивать всю работу, естественно, ей будет ничего не помогать, никто и никогда. Естественно, она будет искать в интернете кучу оправданий своему недоверию, естественно, она будет пытаться хвататься за всё, что только подтверждает то, что это либо неизлечимо, что у неё действительно есть какая-то более сложная болезнь, которую никто не может найти, потому что защитный механизм настолько силён против осознавания вот этого, потому что если она пойдёт глубже, то она интуитивно догадывается, что, ну, неосознанно правда, её психика интуитивно понимает, что придётся решать там. А там что? Личность её и обстоятельства. И хрена с два, она готова свою личность менять под эти обстоятельства или обстоятельства под эту личность. Не готова. Поэтому формируются защиты для того, чтобы отмораживаться, только не лезть туда внутрь. И наша задача – помочь эти защиты увидеть, с ними правильно работать и прийти к личности, её как-то пересмотреть, и тогда никаких конфликтов не будет. А если не будет никаких внутренних конфликтов, не будет и никаких симптомов. Понятно? Я надеюсь, что сейчас получилось более разжёвано и более детально. По поводу всех этих этапов, вот есть учебник, есть этап первой теории практика – это вот эти вот симптомы, и есть учебник второй – это продолжение когнитивной терапии и вот этот самый конфликт. Либо есть вариант работать с психотерапевтом и психологом как очно и дистанционно. Если нет варианта работать очно и дистанционно, занимайтесь сами. Это можно сделать. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok